так в общем то всем привет продолжаем играть фластин колец битву воинств так что у нас тут сегодня ну ладно пойдет ним атомы конечно ночь ситуация у нас сейчас обстоит следующим образом какие-то регионы вон забрали с гиль от audi получается какие-то регионы плов тут позабирал значит на нашем фронте тут мы получается враг был вот здесь мы его откинули успешно у нас качели начались вот сейчас дочищают опять то есть мы получается дочистили вот досюда примерно и потом назад все зачистили но так как у нас не только из русских ребят состоит гильдия мы королевство в целом то сейчас ночью я думаю будет проводиться чистка это недостаток того что здесь собственно в этой игре лучше не делать чисто русское братство хотя если чисто теоретически взять там и не знаю дальневосточников может быть что-то это короче качели сейчас идут у нас на но по крайней мере мы их остановили в общем то да давайте покажу отчеты немножко метод отчетов есть значит первый отчет вот такой это получается добился урона мастера но не знал кто там стоял у него поэтому как-то так добился урона здесь мне конечно помог шмот мой и вот эти вот рыцари замечательные потому что здесь минус 40 фокуса и здесь минус 30 для рыцарей иначе я бы мог сдохнуть вполне себе потому что саурон неплохой хотя он от безумия дойдет там тут больше от безумия далее есть еще вот такой отчет балин неплохо посражался с ауроном вроде как неполный но блин хил еще сильный но накидал неплохо вот так саурон выглядит послабее уже далее есть вот такой отчет и здесь не столько безумия зарешала хотя она тоже зарешала чуть ли не половина урона ушла в безумие но здесь очень сильно зарешала именно уклонение потому что за первые два раунда у меня титул эльфийский принц работал три или четыре раза он ни разу не попал просто ни разу к сожалению поэтому урон такой вышел вот но единственно могу сказать плюс контузии то что она вешается даже если промахивает что по цели если голос промахнулся но контузию на цель повесил в итоге мне пришлось сделать арфу на преследование потому что без преследования но очень много грим и они все одинаковые не все под копирку одинаковым билде очень проблемным вот еще отчет есть да но здесь безумие тут конечно безумие блин это бич всего но здесь именно у меня уже стоит преследование поэтому да кстати у меня рафа была пятизвездная я решил и опять звезд не делать потому что в этом нету смысла она не дает нормальных каких-то статов и вместо этого вместо этого я сделал балину барабан на 5 звезд то есть еще плюс один к урону ну вот но отчет в целом как бы но блин все равно не в мою пользу но хотя бы уклонение долбанная вот это вот рассудительность хотя бы не работает она здесь еще видите что тут просто еще как бы кинжал покрашенный вот поэтому как бы она да так и получилось а так бы грима до третьего раунда просто не дожил бы он же с третьего раунда по он кидает безумие два раунда когда я даст третьего раунда поэтому он бы за два раунда сдох скорее всего тут я добил получается этого грима и наткнулся на саурона тоже добил его далее легалас легаласом на полна санинт он такая вот санинт мастера кстати неплохо так накидал сдох конечно в итоге но он так выглядит санинт 4000 арбалетчиков на опасный билд конечно не поспоришь еще есть еще такой отчет но вслепую шел я не знал кто стоит на плитке если бы знал что грима я бы не пошел у них у всех помо гримы опять же много урона от безумия ушло неприятный такой момент я бы переделал шлем опять на анти безумие надо выбить шлем кавалериста сделать анти безумие назад а то мне сейчас на оглушение сделан потому что к чешки мучили в прошлом сезоне есть еще такой отчет но здесь к халдун недобитый ладно и вот такой отчет как бы тут сдох но хотя бы половинку к ч снес вот такой вот к ч кстати шлем шлем еще и блин с твердостью неприятно конечно для меня но в целом по отчетам пока что все у нас сегодня испытания да там кстати стрим прошел разработчиков новая фракция харат ну и все это знаете и так на новые командиры там появится ну как бы бьерн меня не особо интересует а вот барда барда я хотел бы получить бард это интересно не буду ничего придумывать нового возьму просто легаласа на монастаки он все сделает красиво нормально получаем восстановлением такое себе конечно но можно будет стан сейчас взять первом раунде снижением защиты это будет полезно координатор нам не надо для юнитов в общем то кто-то использует на легаласе допустим тот же топор который на 4 раунда игнорирует 30 процентов брони по моему как по мне контузия поинтереснее не против всех она помог помогает конечно то что встречайте dd и контузия как бы уже не так хорошо работает потому что там командир дамажит они войска но суть в том что у легаласа 2 стандартные атаки за счет добивания вот как бы контузия развешивается очень неплохо плюс это на 10 раундов ну то есть в течение 10 раундов то будет работать они 1 4 раунда только поэтому пока что довольно довольствуюсь контузией так 5700 полгину как вы может быть видели в сообществе скидал скрин там два стака этих оборот мне выпало на фалгина но в любом случае мне бы не хватило бород чтобы доделать ему 10 уважение да и смысла нету пока что это делать поскольку там как написано типа одно из заданий невозможно выполнить в этом сезоне я так понимаю это какие нибудь там т4 ребора возможно нанять или что-то в этом духе что нельзя сделать только люди эльфы блин тут конечно не знаю брать особо нечего ну ладно возьмем вот этот навык для голос тут nt что ли до 5700 приятное нововведение то что теперь шмот можно смотреть перки то есть если вы видите в сундуке допустим шмотку какую-то вы можете не кликнуть и открыть книжечку посмотреть вообще какие там существуют перки так но это такое себе возьму короче для защиты что ли для защиты для гномов возьму тему будет неплохо так а здесь наверно сотрудничество да с добиванием легаласа но это имба это имба лютейшие сотрудничество жаль что у легаласа нет своего родного сотрудничества вообще ветку бы вместо второй ветки на усиление эльфов взять бы ветку 2 лена ну да я слишком много хочу конечно опытного воина это было бы жирно слишком так всплеск белый совет возьму и нормально будет давай блин таки вот скипать будут эти анимации как мне 5 секунд показывают шмотку немного напрягает маршал мореплаватель мореплаватели кстати теоретически очень хороши даже в уроне если их брать на переправе них 1821 их базовый урон так возьмем вот эту тему урон от навыков 20 процентов и инициативу вот то есть них 1821 базовый урона если учитывать что у них на переправах плюс 50 процентов это около тридцатки них урон получается примерно как у тех же эльфийских лучников так ну тут для зверей до дома можно на керона пойти шмотка для за времени не сильно интересует вот если бы у меня был родогаст было бы интересно я кстати только сегодня вспоминал перк как он называется сведение счетов на максимальной прокачки раз в пять раундов кто-то там наносит 600 процентов на физического урона вот если помните у меня такой перк был на сведении счетов одноименном оружии на лурце на юрзане я использовал и там две звезды я красил получается 300 процентов и как-то раз я смотрел там в пятом раунде я нанес что ли 20000 с 300 процентов урона это лурцем командиром у которого войска дохнут а если взять это оружие сперк маком каком-нибудь танку по типу радагаста или берутеля он же вообще будет урон дикий но проблема в том что у танков не хватает мощи от мощи же тоже физически физический урон зависит так ну ладно советы пойдут конечно сюда кого-нибудь отправим давай ты фалгин получи опыт ладно давайте покрутим тут он благословленная земля появилась я выбрал килиборна это единственный т2 которого у меня нет по сути это килиборна хотелось бы хотелось его в коллекцию получить просто чтобы он был блин грибы серьезно кищу грибы ну вот собственно на видеть и один стек взял второй в пролете ничего ждем годовщину там по-любому будут какие-то подарки разработчики ничего не показали не рассказали на этот счет но но репутация да сейчас 1940 из двух 800 немножко здесь осталось меньше половины окно и здесь пока что все пока здесь у нас когда там в багенд попадаем он туда ничего не могу взять можно было бы кольчугу взять например не хватает очков немножко а вот перенос путешествия багенд а так буквально через полтора часа в багенде я окажусь вот оно что прикольно значит я успею еще до перехода в багенд выполнить испытания здесь и потом еще в багенде выполнить испытания вот это имба конечно да и пойдет аерузен в свой так сказать финальный сезон давай зигарит зигарит я потестил я от него большего ожидал не знаю как то вот но но ему бы шлем на анти безумие он бы тогда свой потенциал раскрыл просто не знаю как красавчик ладно пойдем на т4 ангомара 272 239 пойдет проклятие порчи кребайн склин горы возьмем там он энты вижу опять а сколько по своим накинула 44 да вроде не особо то и накинул от слова совсем крылатые твари посланец ну здесь в принципе да у нас навыки есть на урон у посланца ну разве что черного на минорца взять на чтобы и плюс 2 узы колесницам ладно пойду возьму реально дополнительный фокусированный урон еще хотя он не фокусированный командир как бы неплохо будет все равно насколько там лишние 500 хп блин 500 хп смешно даже ладно тут и не буду ничего брать т4 лот лориена 203 контроль или первые четыре атаки навыкам я думаю да вот это надо взять титул конечно крутой там на гномов но у меня нет гномов поэтому увы о себе броня берсерка у меня же точно такая же сейчас на зе гряди только похоже прицельная атака эльфийский принц взять зигрит эльфийский принц ну наверное если взять сериал от амазона то можно поверить нормальном средиземье конечно же нет а нет извините у него не тот цвет кожи совсем забыл по цвету кожи не подходит для эльфа не тот цвет так можно взять ну тут дуба щит блин офигенный на самом деле титул дуба щит просто офигенный то есть он получается где он тут раз в два раунда 400 процентов урона по вражеской цели вот и при этом союзная армия получаем урон минус пять процентов эффект накапливается длится до конца битвы то есть прям вообще жесть а если взять еще титул дайна он же есть у этого там еще защита повышается у гномов короче можно вообще неубиваемым сделать ну не для огня конечно но все равно вот она легенда ничего когда-нибудь этот день настанет так защитная позиция служение можно принципе раз в три раунда то минус 30 к мощи но зато две цели по 300 процента короче как вихрь примерно долбит гномы на конечно может укоротить этих колеснички наполовину укоротить чтобы за гномов сошли вот опять же король лесного королевства хороший титул она возьмем гнев лихолесье у нас же все-таки эльфийский принц ухи и здесь уже видите нормально на кино там 273 тысячи дозе игрит выдал охренеть считайте что у зигрида в два раза больше возможности нанести урон чем у других д д командиров потому что есть еще его собственная армия которую он может раздамажить тяжелое ранение поэтому да здесь чуть-чуть кинул тоже он шалом блин зигрида вот хороший шлем кстати с неплохим перком как раз под колесницы а здесь дают шмотку нет не дают рассечение давай 542 мощи выходит но опять же если бы я деревом сейчас проходил там боже косарь был бы чувствую горный тролль чемпион ладно вообще было бы неплохо если бы кто-то реально испытание деревом прошел если у кого-то она есть и попытался бы ему тысячу мощи сделать я просто хочу это видеть возьмем харадрим там плюс 15 процентов к килл же нет зачем мне все эти юниты 245 и на воспитании он конечно до жару дает а почему бы и нет столько шмота дополнительного и скиллов так ладно советы наверное сейчас уже надо ставить должен успеть дабагенда и сделать и забрать иначе будет неприятно блин два часа уже не успеваю на неумирающего сделать золотой мифрил а можно поменять их по длительности чтобы не наоборот ладно давайте пооткрываемся 1 2 маска выпала и взрыв но это будет уже в багенде так а маска носимый огненный урон ножок короче выпала понятно получается как то так можно еще здесь обновить не факт что я успею все сделать лахтар я начался есть у меня еще поэтому можно сделать берутель два часа нах какая незадача не успею сделать бедно берутель два часа к халдун какого черта блин она в принципе не важно на этом аккаунте не важно да забыл так теперь на долгие сейчас я посмотрю как у нас тут дела тут еще люди подтягиваются что ли кто идет еще какой-то ангмарец идет интересно ладно можно еще посражаться я конечно отчеты уже плюс-минус все видел против коля но престиж блин посланец целую минуту охренеть тут идти блин всего ничего какие же тролли медленные все таки ладно сейчас покажу что выйдет но выйдет примерно то же самое что и было до этого два или три раза мы сражались ничья а ну кстати неплохо и ларахер меня помял неплохо на ларахер вот такой я лично помогал его собирать ну как бы из того что было да тут как бы выбирать пока что не приходится по шмоту но неплохо учитывая что к халдун очень прочный за счет от этих веток но я говорил что ларахер это бомба поэтому ничего удивительного так тут горбок убил добил вернее сдох обдавали на 2 лена убил посланец потеряв много и потом еще гендальфа он тоже убьет даже будучи раненым спи ладно можно отступать так а здесь же по идее у меня ухи и ни хрена себе у меня тут аптека оказывается перево почему она не работала какого черта 15 часов охренеть давай вылечим сразу то блин что-то это стремно что-то как-то немножко упустил момент хотя войска вроде нормально в любом случае проблем с тем не будет значит по ситуации на карте следующим образом у нас складывается и газ эту трейдж забрали у гондор еще регион да надо бы этот крепость забрать поэтому парни кто мои давайте к сюда подтягиваемся вот заберем хотя бы мадар ток не знаю ну типа чтобы закрепиться в наградах да потому что этот аккаунт все-таки основное зло теперь надо нормально навоевать здесь но я имею титул вот этот чтобы закрепиться здесь а если на 3 но на третье мы не перейдем там такие живые фракции на четвертом месте мы просто обязаны остаться так статьи мне же осталось рейдов тут чуть-чуть буквально сделать чтобы матом получить я и забыл два по моему рейда да как идеально совпало надо же кто-то ford он разобрал а зачем плитку оставил не знаю ладно не суть да блин эти вот переговоры ну пусть год мог пока костыляет сюда посылаем значит по отчетам по отчетам того что мы тут навоевали тут есть интересные отчеты интересные варианты отчетов скажем так сначала нас к холдун с гэндальфом но спойлер гэндальф победил в итоге то есть второй бой там уже был в его пользу да вот он здесь это в принципе видно потом к холдуна добил элрахир элрахира убил почти горбок потерял половину но здесь человек пробовал с людьми по сборку хотя я всегда всем говорю 300 к эльфов и все не надо больше ничего на и лархире придумывать через пятый через четвертый верные титул не через 4 полуэльф лучше всего дает урон вот далее горбок добил 2 лин еще убил посланца ну само собой потому что посланец против дд не стоит командиров к сожалению но этим мне он нравится он такой знаете четко направленный четко профильный персонаж узко профиль на вернее далее есть вот такой отчет но здесь опять же тут вообще 33 представителя разных фракций поэтому и не зашло двести пятьдесят пять тысяч ну тут еще безумие немножко залетела но буквально немножко в целом как бы да так далее а убился гендальфа да это сразу после до убийства и ларахира потом посланец против гендальфа понятное дело посланец выиграет его на не знаю там гендальф насколько сильно должен по шмоту преобладать над посланцем чтобы его победить и там звезды должны сойтись мне кажется в общем то есть еще такой отчет тоже больно 2 лин сделал но больно и получил тем более тут т4 и вот такой еще отчет блин и тут нету я не скидывал себе в общем был отчет был отчет где ларахира с тремя эльфами и короче этот горбок моя отхватил а ну вот он да вот он этот отчет нам пожалуйста просто 3 эльфа взял все то есть горбок посыпался уже лархиру тоже больно но как бы тут шмот из того что смогли как бы что смогли то собрали но в целом как бы сборка рабочие классно можно спокойно 10 уважение брать лархиру и там уже на его колчан покушаться потому что он очень крутой так ладно что у нас здесь сегодня хамульчик кстати а для тех кто идет в изенгард хамул очень хороший вариант для старта потому что там алхимики есть сразу второй казармой эх все как всегда кстати на опыт советы неплохо между надо советы сейчас будет делать блин 2 орка а но ты один с двоих принципе иди а еще совет дали на посланца репутация сейчас я немножко оживлюсь мы пойдем в третий сезон когда я думаю что буду поактивнее играть наверное ну по крайней мере желание у меня есть так забираем атом здесь спитут результат не важен проходим испытанием и немножко по открываемся о посланец как раз вообще отлично монастаком опустошители пойду просто потому что я так хочу они же бьют по всем поэтому на тварей нам идти точно не стоит ух там еще и титул сейчас друг гномов возьму ой 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 послание с друг гномов 60 опустошителей умерла не так уж и много вот естественно да с четвертого раунда плюс 60 процентов к урону как раз три раунда мы занимаемся фигней благодаря этому титулу двора не три раунда все правильно из четвертого уже 60 процентов буст урона блин этот навык вот эти два титула они для посланца и для легаласа просто имба особенно для легаласа если бы у него был вестник тьмы это просто забей 0 голос тогда вообще не убивался бы нам никак только другими д.д. командир а ну да 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 командирами все правильно так плащ концентрация у за ну тут крылатые твари а еще и эти блин да щас пойду я на чемпионов они же будут обгонять тролли они вообще урон никакого не нанесут получаемого становления концентрация я возьму вот этот навык здесь он пополезнее будет однозначно посланец хуже на монастыке троллей чем тот же год мог хотя в теории как бы посланец может взять молот и чисто теоретически это будет даже лучше чем у год мага но год мага есть хозяин вот в чем проблема хозяин который очень сильно бустит троллей ой блин много потерял можно дуба щит взять посланец дуба щит короче тролли что-то сыпется не вывозят они немножко здесь да хотя если так вот посчитать количество дополнительно урона с титула 4 год мага и у посланца у посланца 250 процентов выходит да потому что 10 раундов а у год мага сколько там 6 на 4 240 процентов даже чуть поменьше на 10 процентов получается но с другой стороны в год мага мощный баф на 4 раунда но если против того же посланца эти с таким бафом он бесполезен так ладно 195 ролей он нормально кстати 10 штучек потерял так нанести это вражеские недавнего боя да да фаланга думаю фалангу возьму фаланга из троллей ну тут как бы он сам не дамажит понятное дело все нормально 290 троллей можно продолжать снайперы которые лучшим от вражеских отрядов ближнего боя неприятно конечно отлетят куда не денутся первый помощник берем блин тут реально тут такие имбовые сборки можно делать кстати посланец он 68 хотя у меня дуба щит же есть у меня дуба щит плюс еще что-то по моему на урон командира в любом случае посланцу очень сильно помогает еще вот этот титул черный номинорец и заметил что если там сделать даже 50 процентов дополнительно фокусированного урона то посланец будет заметно сильнее дамажить чем если вообще не брать черного номинорца прям заметно сильнее так ладно союзные отряды ближнего боя перк неплохой лично тролли будут хилиться теперь два капюшона кстати только сейчас заметил так пугающее присутствие испуг возьму испуг она пойдем полечимся немножко монастаки конечно такое себе бить этими троллями надо в три стака вот убить тогда будет максимальная выгода всего два тролля потерял можно здесь принципе благо взять самое лучшее что можно придумать даже ни одного тролля не восстановили блюд не знаю вот за добро я почему-то хочу знаете взять боромера какого-нибудь и на фулл баф людей попробовать мореплавателей с ним на переправе не знаю что то вот мне прям так хочется сделать но для этого надо еще перед до переправы дойти до какой-нибудь в теории бсвр выкинуть туда дальше на их остров союзники с варгами чем урон горением тут боже даже брать нечего ничего мне не подходит вот метатели сейчас тут натворят дел я думаю хотя они на оре он было бы у него рогатка здесь ну два тролля отлетела всего такое возьму облегчение слабенько для 7000 метателей вот еще тролли но не в одну цель бьет поэтому мне кажется не по урону хуже чем т4 ладно нормально прошли что-то был момент споткнулись тролли что им там больно носовали накидали бывает целом справились так что у нас сегодня как раз 4 кстати на 4 прокрутой хватает принципе все как всегда единственно что год мог до добивать им 5 уважение и наверное сделаю чисто по досаду но если бы у меня было много шмота можно было бы его не чисто осадником делать четвертым боевым командиром но пока что их трое ну и в принципе все такой вот опять снова затянутый видеоролик получается но тем не менее на этом я с вами прощаюсь всем спасибо за просмотр до встречи